Это программа «Наше время». Здравствуйте! В конце февраля на российском инвестиционном форуме в Сочи власти края рассказали о планах по созданию в нашем регионе 12 туристических кластеров до 2020 года. В их числе Бирюзовая Катунь, Белокуриха-2, поселок Тягун Заринского района, озеро Большое Яровое. Кстати, последнее за его целебные грязи часто называют близнецом Израильского мертвого моря. Однако экологи в который раз предупреждают, чтобы уникальное Алтайское озеро действительно стало целебным, его берега надо очистить от химических отходов. Подробнее о Яровом мы поговорим сегодня с заведующим лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Владимиром Кирилловым. Здравствуйте, Владимир Викторович. Здравствуйте, Елена. Рад вас видеть. Яровое ежегодно привлекает тысячи туристов со всей России. И людям, по всей видимости, нравится там отдыхать. Об этом говорят и их фотографии в социальных сетях, которые они выкладывают с подписью «Не нужен нам берег турецкий». Но при этом ведь мало кто знает, что вблизи озера расположено большие захоронения химических ядовитых отходов. Вот у меня вопрос к вам как к специалисту. Насколько это опасно для отдыхающих? Наличие такого количества отходов, которые действительно в силу жизненной необходимости образовались. Ведь вы помните, что этот завод приехал с Крыма в 1942 году. И надо было производить очень нужную для нашей страны продукцию химическую. В частности, там из Амали из воды бром нужен он был. Соответственно, потом там производили хлористую ртуть. Это тоже были теперь известные вещи. И все эти производства связаны с наличием токсических отходов. Я об этом говорил неоднократно. Вы прямо задаете вопрос, есть ли опасность? Да, есть опасность. И она связана с тем, что действительно эти вот сейчас накопленные, самое главное, там несколько источников есть, и мест захоронения, и там есть на берегу ртутное бывшее производство. Вопрос в другом. Есть вот эти отходы на полутора гектарах лежащие. Они оказались в водоохранной зоне озера. И если они вдруг попадут в озеро, конечно, это будет экологическая катастрофа. Озеро само по себе уникальное по химическому составу. И его просто даже, не было там никакого комбината, его использовать надо как лечебный ресурс. Мы же не с вами не едим таблетки горстями, не пьем лечебные воды там, ведрами, что называется. А это лечебное озеро. Люди там, находясь, должны понимать, что недаром написано на аншлаге на берегу полчаса, а потом пресный душ. Почему на берегу Мертвого моря написано 10 минут процедуры? Это лечебная процедура. Люди не понимают, не понимают, что нельзя ли идти в это, укупаться с болезнями сердца, почек и других сосудистых систем и так далее. А если еще учесть, что я не буду вникать в некоторые детали, я назову несколько фактов. Люди сами поймут. До 1982 года лечебница, которая там существует, физиотерапевтическая, краевая, на берегу озера Яровом использовала для своих нужд грязь из озера Большого Ярового, лечебную грязь, и воду оттуда. Но после некоторых исследований грязь стали привозить с Балого Ярового, я же сказал, аналог. То есть лечебная грязь в лечебнице используется с Малого Ярового. И в прошлом году я уточнял специально, на улицах продают грязь с Малого Ярового. Но люди, которые туда приезжают, естественно, эпизодически используют то, что находится в Большом Яровом. А почему отказались от грязи Большого Ярового? Ну вот, в настоящее время эти данные всячески перепроверяются, но по лечебным свойствам, по тем параметрам, которые используют курортологи, специалисты по курортологии, она нисколько не уступает Малого Ярового. Они очень похожи. Но по некоторым химическим ингредиентам, которые не учитываются специалисты по курортологии, лучше эту грязь не использовать. Вот больше вам сказать сейчас не могу. А что касается воды, то местные люди, которые живут в Яровом, которые много лет работали на этом заводе, они в этом озере не купаются. Ну а дальше думайте и решайте. Курортную зону развивать надо, но убрать источник угрозы тоже надо. Есть краевая программа, направленная на очистку этого озера, но все-таки есть желание попасть в федеральную целевую программу. Вот что дает попадание в эту программу? Я должен вас огорчить. Краевой программы, касающейся конкретно этого озера, нет. А есть действительно усилие, я уже сказал, и Министерства природных ресурсов, и Администрации края, и Управления по промышленности включиться именно в федеральные программы. Но самое главное, что по предложению Народного фронта Александр Богданович, губернатор наш, он включил в бюджет следующего года софинансирование федеральных программ. То есть это условие было, мы вас включим, если будет софинансирование. Он дал такое согласие, и я думаю, что в ближайшее время решение о включении этого объекта, этого озера в федеральную программу состоится. Ну вот я сегодня буквально еще раз обзвонил всех, уже узнал, какова обстановка. Тянут московские чиновники. Боюсь, что они могут решить и не в нашу пользу. Деньги запланированы, но они, пока мы не будем включены в федеральную программу, они не будут потрачены. То есть сейчас ничего не производится. Они заставляют небольшую долю, но один шаг уже сделан. Я же сказал, что Алтай вот проект разработал, по крайней мере, проект дамбы, чтобы самый главный источник опасности отодвинуть в сторону. Чтобы не получилось, что из этих полутора гектаров, где находится полигон токсических отходов, пойдет что-то в озеро. Но сейчас от этого полигончика идет, три скважины было сделано, наблюдательных. Смотрят же люди, умные, которые занимаются этими темами, давно предусмотрели. Идет наблюдение, что в этих скважинах происходит. Так вот одна из них, самая ближняя к озеру, уже в озере. В том-то и тревога была. Ну вот я почему всем говорю, что давайте будем быстренько решать. В какую сумму можете оценить проект по очистке вот этой территории? Ну вы знаете, это всегда ведь очень сложная вещь, но тем не менее мы пытались с нашими коллегами обсудить этот вопрос. И в частности, вот я могу, эти цифры были даже и озвучены, что ликвидация, вот перезахоронение консервированных химических отходов, может вот на этих полутора гектарах, соответственно, может быть ликвидация стоимости, ликвидация карт может оказаться около 70 миллионов рублей. Сумма не очень велика, ну, в отношении к другим. Например, знаете, сколько затратили на освещение моста через ОПЕ? 15 миллионов. Ну это так вот, куда у нас идут деньги в городе и крае, так примерно. А тут 70. Я думаю, что такие деньги должны найтись. Вот журналисты писали еще об одной проблеме, это необходимость ремонта, реконструкции, биологических сооружений. И самое дорогое удовольствие, кстати. Самое дорогое? Да, потому что оно там уходит за полтора миллиарда, чтобы сделать нормально. И вот как раз я получил недавно заключение Новосибирского водоканала. Им поручили сделать обследование этих очистных сооружений. Представьте себе, построено сооружение в 72-м году. Было предусмотрено, опять же, я подчеркиваю, я очень уважительно отношусь к инженерам, которые проектируют эту систему. Два блока, биологические очистные сооружения, БОС-1 и БОС-2. Зачем? Потому что одни работают, другие на ремонте. В 97-м году остановили на ремонт БОС-1, запустили БОС-2. И до сих пор никакого ремонта, опять же, нет. Причина простая. Эти сооружения являются федеральной собственностью. Они не относятся к собственности этого предприятия. Предприятию поручили их эксплуатировать, то, которое сейчас там существует, Алтайский химпром. Естественно, что они устарели, технологии устарели. И надо их просто модернизировать хотя бы в рамках тех технологий, которые есть. И, естественно, что там развитие курортной зоны к чему приводит? Увеличивается количество людей. А я подчеркиваю, эти очистные сооружения на 67%, ну, в разные годы по-разному, есть оценки, обслуживают город, Яровое. А мы туда приехали в гости, ну, мы, допустим, приехали туда отдыхать. Мы, естественно, увеличиваем количество сточных вводов. Вот запас прочности этого БОС-2. Насколько его хватит? Ой-ой. Значит, могу сказать, что, конечно, таких оценок и я не буду делать, и, наверное, никто не возьмет, сколько ему еще осталось. Но то, что исчерпан так называемый гарантийный срок, это точно. И действительно может случиться так, что еще до тех токсических отходов дело не дойдет. Если выйдут из строя эти очистные сооружения, что будет? В чем будут купаться люди? Если вся коммунальная источник сейчас появится. Поэтому, ну, еще раз говорю, источник, клубок проблем. Причем нужно вмешательство политическое. 800 объектов в России сейчас нуждаются в дополнительном финансировании для ликвидации накопленного экологического ущерба. Для улучшения экологической обстановки. Но как-то вот так сделать надо, чтобы наша, как говорят, каждый кулик свое болото, а я свое озеро. Давайте сделаем так, чтобы все-таки озеро действительно получило дополнительный ресурс для развития туристической регуляционной зоны. Спасибо вам, Владимир Викторович, за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. А я напомню, это была программа «Наше время». И сегодня об озере Яровой, о том, что его берега необходимо очистить от химических отходов. Мы говорили с заведующим лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Владимиром Кирилловым. Программа будет доступна и на сайте НашНовости.ТВ. До встречи.